Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ новости. О главных событиях этого дня и прошедших выходных вам расскажу я, Олеся Попова, и мои коллеги. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Глава Ленинского городского округа провел традиционное оперативное совещание с руководителями службы предприятий муниципалитета. Продолжается проведение здесь сконсоризации, срока населения и просмотра детской населения. В сквере «Юность» открылась выставка, посвященная поэту Евгению Зубову. Готовилась эта книга вместе с ним, составлялась, редактировалась в течение довольно значительного количества времени. Дети, отдыхающие в летнем оздоровительном лагере «Ласточка», стали участниками проекта историко-культурного центра «Стихи живут повсюду». Гуляла девочка в лесу, погожим утром ранен, сбивала прутиком росу на ягодной поляне. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел традиционное оперативное совещание с руководителями службы предприятий муниципалитета, которые доложили об обстановке в округе на минувшей неделе. Подробнее расскажет Юлия Пагасьян. Лето в самом разгаре и снова ситуация с выпадением ребенка из окна. На оперативном совещании представители единой диспетчерской службы 112 доложили главе, что трагедия случилась с четырехлетним жителем поселка Развилка. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, но проблема повторяется из сезона в сезон. Как и еще одна – купание людей в неразрешенных для этого местах. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды и информируют жителей об опасности такого отдыха. Следующий доклад – о работе медицинских учреждений. С ним выступила заместитель главного врача Винновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. Продолжается проведение диспансеризации срослого населения и пропосмотра детского населения. За прошедшими телеобследования проходят диспансеризации 2 137 человек, всего прошли 17 тысяч человек. Образование. 1 июля в школьных лагерях Ленинского городского округа началась вторая смена. Продолжается запись детей в первые классы. Управление по делам молодежи, культуре и спорту готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности. Хорошая новость из троллейбусного парка – закуплены две единицы техники. Началось плановое отключение многоквартирных домов от горячего водоснабжения. За это время соответствующие службы подготовят теплосети к отопительному сезону. В остальном предприятия Ленинского городского округа работают в штатном режиме. Несмотря на летний сезон и спад активности, глава муниципалитета попросил руководителей не расслабляться и держать ситуацию под контролем. Коллеги, жара, лето полноценное. Понятно, что она была в бою, когда хочешь скорее спать, чем работать, но тем не менее расслабляться категорически нельзя. Надо с тисной зуба работать, работать, работать. Всему хорошей рабочей жизни. Спасибо большое. Когда в семье рождается ребенок, меньше всего хочется заниматься бумажной волокитой и стоять в очередях, оформляя документы. Теперь это и не нужно. За молодых мам все сделают сотрудники второго отдела управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу, который располагается прямо в Видновском перинатальном центре. Продолжит тему Екатерина Борисова. В Видновском перинатальном центре готовится к выписке жительница Домодедова Анна Корниенко и ее новорожденная дочка Ольга. До этого в Москве рожала. Я вам скажу, мне здесь даже больше понравилось. И палата, и доктор, и акушерка. Все вообще замечательно. Я довольна. Дома их ждут два старших сына Анны – 7-летний Сергей и 4-летний Алексей. Оля – третий ребенок в семье Корниенко. Долгожданная девочка. Поздравляем вас с рождением малыша. Разрешите вам вручить документики ваши. Прямо в палате перинатального центра сотрудники управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу передали Анне свидетельство о рождении, справку для получения федерального единовременного пособия, оформили губернаторскую денежную выплату, которую можно было выбрать вместо подарка, и полис УМС. Теперь Анна Корниенко – многодетная мама, поэтому сотрудники ЗАГС также сами направили заявление в пенсионный фонд. К вам в личный кабинет придет сообщение о том, что вы стали многодетной мамой, и вам можно будет подойти, оформить дальнейшиеся книжечки и годы. Также мы направили заявление на получение ИНН в налоговую службу на получение СНИЛС. То есть к вам вся информация в течение 10 рабочих дней придет на личный кабинет. Колоссально удобно. Не надо бегать, не надо очередя, записи. По многодетным, я не знала даже, что будет уже по многодетному, тоже все здесь дадут и уже отправят туда, просто забрать и все. Не нужно будет идти, также в очереди сидеть. Как рассказала начальник управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу Ольга Калинина, получить необходимые документы прямо в перинатальном центре можно благодаря открывшемуся там второму отделу управления ЗАГС. На данный момент его специалисты оказывают молодым мамам 14 услуг, среди которых, помимо уже перечисленных, оформление СНИЛС, материнского капитала, нотариально заверенного перевода документов с других языков и даже постановка на очередь в детский сад. У нас новые услуги появились. Это одновременная регистрация с рождением установления отцовства, одновременная регистрация рождения с установлением отцовства и с заключением брака в один день. Выдача, самая новая услуга – это выдача повторных документов. С начала года в перинатальном центре уже выдано около трех тысяч свидетельств о рождении. Также в управлении ЗАГС нам рассказали, какие имена сейчас наиболее популярны. Девочек чаще всего называют София и Ева, мальчиков Александр, Михаил, Лев и Марк. Совсем недавно было зарегистрировано рождение мальчика. Мальчика назвали Аврелий. Также у нас встречаются мальчики с именами Эмильян, Аполлон. Вот очень интересное имя – Весемир. У девочек есть редкие имена – Мира, Ольга, Виолетта, Агафья, Амелия. Кстати, именно девочек в Ленинском городском округе за последние полгода родилось больше – примерно на 25%. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В 26-ю годовщину со дня смерти Евгения Зубова друзья, товарищи по Перу и родственники поэта собрались, чтобы вспомнить литератора и его творчество. Кроме того, к памятной дате в сквере юности открылась выставка о Евгении Зубове. Подробнее расскажем в сюжете. Далее взглядом обнимаешь Каждый кустик видеть рад И душой понимаешь Как ты сказочно богат Одно за другим в этот день звучали стихотворения Евгения Зубова. Желающих почтить память поэта оказалось немало. Встретиться на кладбище решили потому, что именно здесь, в первую годовщину смерти литератора был представлен его новый сборник времена года. Сборник, который был опубликован посмертно. Готовилась эта книга вместе с ним. Он составлялась, редактировалась в течение довольно значительного количества времени. Он держал в руках верстку этой книги. А саму книгу ему держать в руках не удалось. Он умер. Но верстку он держал. Все как один сожалеют. Евгений Зубов ушел из жизни очень рано. Но при этом поэт оставил в истории своей малой родины значительный след. Стал Есениным Видновского края. Помимо стихотворений, друзья и родные литераторы рассказали теплые истории, связанные с ним. Писал, конечно, медленно. Но сначала даже ошибки делал много. Ошибок делал стилистических, археографических. Потом научился писать, выучился. Сам. Проверь, я проверял. Все нормально. Я тоже такой же был. Воспоминания только самые светлые. Потому что, во-первых, этот человек всегда был праздником. Всегда что-то нам рассказывал. Стихи читал. Какие-то книги новые нам рассказывал. Поэтому, когда я приезжала к бабушке, я его считаю, как своим дедушкой. Мой дедушка. В завершение встречи друзья и родные поэта возложили к могиле цветы. Здесь присутствовали только те, кто был лично знаком с Евгением Зубовым. Узнать поближе литератора и его творчества все желающие могут в сквере «Юность» на выставке фотографий. Мы рады, что теперь вот нашло выход в выставке фотографий о Евгении Зубове. Потому что одно дело, когда воспринимается на слух, когда читают стихи и прочее. И совсем другое дело, когда люди видят, как выглядел Зубов, в какое время, как выглядел. Конечно, важно, чтобы молодое поколение, подрастающее поколение, чтобы они знали наших поэтов, людей, которые занимаются творчеством, чтобы они их вдохновляли, мотивировали читать, во-первых, да, в первую очередь, выражать свои мысли красиво, грамотно, правильно. Вот, может быть, самим писать, издавать книги. Экспозицию посвятили юбилею со дня рождения поэта. В марте этого года ему исполнилось бы 80 лет. Увидеть выставку и узнать больше о творчестве Евгения Зубова можно до конца лета. Алисия Попова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Как стать звездой, попав на центральную страницу окружной газеты с тиражом более 50 тысяч экземпляров? Оказывается, проще простого. Новый масштабный конкурс, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, стартовал в аккаунте социальной сети ВКонтакте газеты «Видновские вести». Прошлый конкурс, где требовалось проголосовать за фотографии выпускного класса, вызвал в соцсети ажиотаж. Достаточно сказать, что в голосовании приняло участие более 4,5 тысяч человек. А класс-победитель украсил один из выпусков «Видновских вестей». Мы выбирали открытым голосованием во ВКонтакте лучший класс, мы опубликовали его на обложке газеты, получили очень много позитивных, положительных откликов. И людям очень захотелось принимать участие вот в таких подобных активностях, поэтому мы решили продолжать и будем делать это дальше. На днях объявлен новый конкурс, принять участие в котором может на этот раз любая семья. Все, что вам нужно, подписаться на группы газеты «Видновские вести» во ВКонтакте или Телеграм и отослать на редакционную электронную почту одну или несколько семейных фотографий, не забыв подписать имена и фамилии тех, кто на них изображен. С 6 по 8 июля мы проведем открытые голосования в социальных сетях во ВКонтакте «Видновских вестей», где будет выбрана семья, которую мы сделаем героем нашего выпуска, посвященного Дню Семьи. Те, кто решится попытать удачу, должны прислать свои фотографии по адресу вести.собакосмиди.фисвидное.ру Дети, отдыхающие в летнем оздоровительном лагере «Ласточка», стали участниками проекта историко-культурного центра «Стихи живут повсюду». Школьники прочитали строки Якова Акима «Песенка в лесу». Лето – это долгожданная пора всех мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно отложить учебники и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. И стихи об этом времени года в творчестве русских поэтов насыщены яркими красками и наполнены любовью к родной природе. Поэтому очередными участниками проекта «Стихи живут повсюду» стали дети, отдыхающие в оздоровительном лагере «Ласточка». Готовились к этому проекту с большим удовольствием. Даже некоторые дети были немножко расстроены, что не достали стихи, а так в целом всем понравились стихи. Ребята немного волновались, долго повторяли строчки, но сосредоточились и прочитали стихотворение Якова Акима «Песенка в лесу». Гуляла девочка в лесу, Погожим утром ранней, Сбивала прутиком росу На ягодной поляне. Венки пахучие плела, Да землянику ела, Гуляла девочка в лесу И всю дорогу пела. Глядит, далек изобрела, Да и устала малость. Пора, и девочка ушла, А песенка осталась. Ирина Решетова рассказывает, что это стихотворение произвело на нее большое впечатление. Мне понравилось сочетание то, что девочка гуляет, то есть это можно назвать обычным днем в деревне. Матвей Морозов считает, главное, что хотел передать автор в своем произведении, это находить поводы для радости в простых вещах. Стих легкий, быстро выучить. Мне понравился стих. В летнем лагере «Ласточка» отдыхают учащиеся начальных классов. В учреждении для ребят подготовлено много спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, в которых дети с удовольствием участвуют. На этом наш выпуск подошел к концу. Делитесь своими новостями с нами и со всем городом. Подписывайтесь на социальные сети телеканала «Видное ТВ». До встречи в эфире.